Здравствуйте! Слушайте, вы так много задаете различных вопросов и пишете так много интересных комментариев, что я подумал и решил ввести такую новую рубрику, в которой я выбираю самые интересные комментарии и отвечаю на них максимально подробно. Для того, чтобы как-то побольше раскрыть глубинный смысл моих ответов и нашей концепции какого-то поведения, для того, чтобы поработать над возражениями еще более в интересном и многоформатном таком ключе. Я буду отбирать комментарии, которые мне покажутся интересными, либо слишком критикующими, либо слишком, возможно, непонятными и для меня в том числе, и для них потребовалось некоторое время для того, чтобы найти на них хороший ответ. Итак, это новая рубрика «Заимпринтый двор. Отвечаю в упор». Поехали! Ну, в связи с тем, что у нас последние все новости и последний весь контент в большей степени связан с 3D-принтером «Геркулес G2», который мы недавно выпустили, то, соответственно, сегодняшнее видео будет носить рекламный характер работы с возражениями по 3D-принтеру «Геркулес G2». И у меня есть четыре причины «За» и одна причина «Против», почему необходимо покупать или не покупать «Геркулес G2». А прежде чем перейти к первому комментарию, я хотел бы сказать, что если вы хотите писать как можно больше комментариев, и для того, чтобы получать уведомления об этих ответах и от других видео, которые мы выпускаем на канале «Аддитивная кухня», подписывайтесь на канал и поставьте реакцию этому ролику. В принципе, он может вам нравиться или не нравиться. В любом случае, пишите комментарии, чтобы можно было потом выбрать самый интересный. Итак, есть у нас комментарий технического плана, скажем так, да, от некого Макса. «Это типа импринта смогла догнать Пикассо, произведенный 4-6 лет назад. Это как-то странно, с этим можно поздравить». Спасибо, Макс. Я, в принципе, отвечал на этот комментарий, но почему я захотел его взять и для того, чтобы ответить на него в видео? Потому что мне кажется, он не совсем корректным в плане постановки вопроса. То есть, во-первых, я бы не сказал, что технические решения, которые мы реализовали в G2, они схожи с теми техническими решениями, которые реализованы в 3D-принтерах Пикассо. Кстати говоря, не совсем понятно, про какую именно модель велась речь в комментарии, но я так подозреваю, что максимально та, которая является у них флагманской, та, которая содержит в себе тоже всякую кучу различных автоматизаций, а также других вещей, которые повышают его юзер-френдленность. Да, уже были ко мне замечания на тему того, что я коверкаю язык и сковеркаем его еще разочек, да. Вот, поэтому подозреваю, что это те плагманские, ну и вообще в целом, да, с компанией Пикассо, которая получается лидер отрасли, ведущий, производитель, и, о боже, мы что-то у них скопировали, да. Ну, как я сказал, я бы не сказал, что технические решения очень схожи, но по части реализации каких-то конкретных фишек, ну, тут спорный момент, потому что не у них, у одних и у многих других производителей в целом встречаются те же самые функции, которые делают 3D-печать более дружелюбной к пользователю, более комфортной. Различные автокалибровки, различные датчики наличия контроля. Вопрос в том, как и кто это реализует, и насколько это будет стабильно и надежно. И вот тут я абсолютно точно уверен, что у нас реализовано не так, как у них, и это, в принципе, нормально, да. Если мы говорим о технических решениях в принципе, ну, не о технических решениях, а о функционаре в принципе, да, я соглашусь с тем, что наш софт, который мы выпустили, Diaprint Cloud, Diaprint PC, он у нас появился только сейчас, действительно, да. И мы можем посмотреть, что у многих компаний свои слайсеры были, наверное, у многих компаний были с самого начала, а мы вот такие вот пользовались с ликером, да. Вот, но, тем не менее, есть абсолютно аргументированное, адекватное объяснение этому. У нас просто не было денег для того, чтобы реализовать свой слайсер. Пам, да. И либо можно назвать другую причину. Например, мы не знали, как поступиться к этому вопросу. У нас не хватало знаний. Или у нас отсутствовал опыт. В общем, на самом деле, какую бы причину я ни назвал, не думаю, что она что-то в кого-то, в чем-то убедит. Скорее так, просто время пришло, возможности появились, понимание появилось, и мы это сделали. Вот. А по поводу того, кто там что-то кого догоняет, ну, спорный момент. Во-первых, это рынок, это конкуренция, и нельзя сказать, что кто-то является более первым, а кто-то более вторым, а кто-то более третьим, потому что все настолько перемешано, что... Да, и вот на этой прекрасной ноте, когда вам показалось, что я налил вам воды, и просто вас океаном, да, на вас вылил, вот, я скажу две вещи, которые явно являются отличающимися у нас, и у них, и которых у них, в принципе, нету, да. Поэтому здесь говорить о 4-6-летней давности реализации вообще не имеет смысла, потому что даже сейчас этого у них нет. О, боже, да, я это говорю в открытую, вот так вот. Я же обычно очень дипломатично высказываюсь о конкурентах. Первый момент. Это облачный слайсинг и максимально удаленная печать, точнее, максимально удаленный менеджмент печати. Насколько мне известно, хотя я, конечно же, могу ошибаться, в их слайсере Polygon отсутствует такая возможность, и реализуют они ее только сейчас, но ее они еще не зарелизили, не увидели. Я не могу ничего утверждать, так ли это или нет, но я точно знаю, что именно в том функционале, которым работает наш Diaprint Cloud, их Polygon не работает вообще. То есть у них совершенно другая концепция, и это отличие номер один по части именно самого софта. Второе отличие, которое присутствует, это производительность. Да, получается, что если мы взглянем на характеристики их, и вот наши, да, вот мы вот просто вот вровень их поставим, да, мы увидим, что и там, и там 100 кубических сантиметров в час заявляемая производительность. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на какой момент. Как она может быть одинаковой? При условии того, что линейные скорости у нас отличаются чуть ли не на 30%, а может быть даже больше, у них максимальная линейная скорость заявлена 80, только недавно она вроде как стала 100, ну, допустим, это 100, да, а у нас 125 и 300 миллиметров холостого хода. То есть, как может быть при всем при этом производительность быть максимально одинаковой? Первый момент, да. И второй момент. Размер нагревательного блочка. Нагревательный блочок наш у Hercules G2 отличается по длине и в целом по объему, наверное, процентов на 80, он больше, он крупнее, он объемнее. Соответственно, то возникает вопрос, а даже если есть там производительность 100 кубических сантиметров, то каким образом, насколько прочные получаются детали, которые были проэкструдированы на самых максимальных характеристиках? Это большой вопрос. Но, тем не менее, 100 кубических сантиметров и там, и здесь, но другие какие-то косвенные признаки, они очень сильно отличаются. Поэтому вопрос, кто же нам, точнее, вам все-таки обманывает? Они или мы? Конечно же, мы этого не узнаем, и это всего лишь мои конспирологические теории. В общем-то, на этом, я думаю, наше отличие как минимум уже присутствует, и поэтому, если мы говорим о том, что мы кого-то догоняем, или то, что наше решение на что-то, на кого-то похоже, возможно, так может показаться, и это абсолютно нормально, и автомобили друг на друга похожи, да, у них тоже есть четыре колеса, вот, и тут главное другое. Главное посмотреть, какой функционал присутствует у принтера, и поможет ли это, или улучшит ли этот ваш, вашу необходимость реализовывать его для того, чтобы изготавливать для себя какие-то детали по вашей, там, бизнес-задаче, вот, и что больше вам откликается, что больше необходимо вам, и поможет вам, вот на это нужно обращать внимание. Правильно? Наверное, правильно. Так что, я считаю, что это причина за, это причина за купить действительно отличающийся продукт, который кому-то может показаться похож на 3D-принтер, да. Второй комментарий, не менее прекраснейший. Подытожим. Каменный век. Кстати, нам пишет, это мистер Нул. Окей. Подытожим. Каменный век, датчик филамента, энкодер, в то время как у меня на Дуэт 2 Wi-Fi уже три года стоит фирменный лазерный датчик. Эта коробка печатать пик не умеет, внимание на овальную шестерню. Эм... Мне на самом деле здесь интересует больше вторая часть, потому что первая, это из разряда, ну, у меня вот я тут тоже плату купил, на Алиэкспресс ходил, корпус собрал, у меня тоже есть крутой 3D-принтер, поэтому там мне вообще смысла нет пытаться что-то как-то объяснять, потому что, ну, там как бы do it yourself, а тут получается ты покупаешь все готовое. Но вот интересный момент, по части эта коробка печатать пик не умеет, внимание на овальную шестерню. Хм. Во-первых, я хотел бы сказать, что овальная шестерня напечатана из ультема. Я там на самом деле ошибся, когда говорил, что это из пика. Во-вторых, да, я соглашусь с тем, что у нее есть определенные дефекты, которые не позволяют назвать эту печать идеальной. Но тут важно понимать другое. Тот факт, что принтер при стоимости 219 тысяч рублей может работать с высокотемпературными материалами, очень сложными, и позволяет печатать небольшого размера детали из таких материалов. Уже приятное дополнение становится. То, что вы, приобретая этот 3D принтер, сможете себе это позволить попробовать попечатать. И если у вас действительно стоит задача печатать пиком детали, серийно, прям масштабно их получать, то это будет хорошим таким испытательным полигоном. При этом без больших инвестиций в оборудование. Потому что реально то оборудование, у которого прям заточена работа под печать пиком, ценник начинается от 1 миллиона рублей. И это на самом деле такое себе тоже будет оборудование. То есть берите выше, я думаю, 3-5 и так далее. А тут получается 219 тысяч рублей. Понятное дело, что это принтер не именно для пика. Это принтер для инженерных сложных материалов. И в том числе и можно печатать пиком небольшого размера детали. И как бы... Что такое? И для того, чтобы это немножечко подтвердить, как бы фактами, да, посмотрите на вот эту замечательную картинку. Или вот на вот это вот видео. И мы можем увидеть, насколько этот принтер не печатает... Как бы вот так получается. Не печатает пиком, да. Вот у нас деталь, которая является одним из заказов. Вот у нас тоже деталь маленькая, является с мелкосерийным заказом. Мы таких напечатали некоторое количество, по-моему, 19 штук. И вот у нас буквально вчера напечаталась вот такая вот здоровенная шестерня. У меня относительно здоровенная. Я имею в виду, относительно того, тех размеров, которые мы печатали изначально, да. Посмотрите, она тоже напечаталась. И она тоже хорошая. И она напечатана из пика, прикиньте, да. Поэтому я не знаю, насколько этот принтер не умеет печатать пиком. Но он точно умеет им печатать. Вопрос в габаритах. И я с самого начала говорил то, что большой... Чего он отключился? Отключись. Вот, соответственно, поэтому я не знаю, как этот принтер не умеет печатать пиком. Но он точно печатает пиком. Как бы это неоспоримый факт того, что вот он этому умеет делать. Вот. Вопрос только в габаритах изделия. Я с самого начала говорил, что большого габарита изделия на нем печатать не получится. Потому что, да, конечно, все правильно для печати пиком и ультемом. Необходимо подогреваемая активная термокамера. В Грекуле G2 нет подогреваемой активной термокамеры. Но, тем не менее, за счет высокой температуры стола, высокой температуры экструдера и маленькой скорости печати мы можем получить изделия из пика. Из ультема я бы все-таки не стал. Как бы можно, но прям совсем какие-то маленькие изделия. Вот. Поэтому нул, товарищ нул, извините, но бам. И ваш комментарий абсолютно неправильный. Наверное, самый популярнейший вообще вопрос комментарий к любому российскому производителю. Мне кажется, причем не важно, что он производит. Если он российский производитель, ему можно сказать вот так. Как, собственно, сказал Серега Серега. А в Китае скупаете комплектующие, сами собираете и за в 10 раз дороже втюхиваете лохам. Молодцы, хвалю вас. Спасибо за эту прекраснейшую похвалу. Единственное, что, конечно, не очень, я думаю, понравится нашим клиентам, что их назвали лохами. Но, на самом деле, наши клиенты абсолютно не лохи или не лохи. Я не знаю, куда тут склонять. Но хотелось бы склонить Сергея все-таки к правде. Точнее, не Сергея, а Серегу Серегу хотелось бы склонить к правде. Кстати, удивительно, что этот комментарий является достаточно залайканным. Потому что мнение такое действительно существует. Но я бы хотел сейчас не лить воду на тему того, что да нет, мы вот тут покупаем, тут мы не покупаем. А я хотел бы реально показать и подтвердить. Так сказать, предоставить пруф того, что сколько реально у нас содержится в Китае в Геркулес G2. Смотрите, я бы хотел вам показать спецификацию, из которой состоит непосредственно Геркулес G2. И что самое интересное, в этой спецификации позиции, напротив позиции проставлена страна происхождения. То есть, если мы, например, рассматриваем компоненты к плате, да, то они типа, ну, той страны, из которой они привезены, там, Китай, например, да. А если мы говорим о том, что о самой плате, то она уже, ну, так как мы ее делаем в России, электронику, то это она российская, да. Вот. Ну, и мы можем обратить внимание на то, какое количество позиций у нас являются российскими, а какие позиции являются китайскими или, например, другой страны. И вот мы можем обратить, да, ну, вот рельсы направляющие, хивиновские, да. У нас Тайвань, окей. Не Китай. Что у нас Китай? А вот ремень зубчатый, шкив зубчатый. Прекрасно, да. Почему не Россия? Вопрос к России. Почему не делают нормальных, либо они дорогие, из-за которых себестоимость была бы еще выше, чем, что и вследствие цена бы розничная тоже была бы выше. Думаю, понятно, да. А так она хотя бы, спасибо, что такая. Вот. Что мы можем еще посмотреть? Блок питания Минвелл, Тайвань. Окей. Почему не Россия? А кто-нибудь вообще знает российский блок питания, да? Я вот тоже не знаю. Что мы еще тут видим из Китая? Вентилятор радиальный. Ну, улиточки вот эти, да, вентиляторы. А кто-нибудь знает вентиляторы, которые производятся в России? Я думаю, они не к обиду, но они либо какие-нибудь шумные, либо их не существует. Вот. Что мы можем сказать? Двигатель шаговый. Ну, это вообще самая, наверное, самая топовая позиция в списке тех, которые говорят, ну, а где альтернативу-то взять? Я, насколько знаю, есть в России ребята, которые производят шаговые двигатели. Но та же NEMA 17, она, по-моему, 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 да, то есть она стоит раза в два дороже, чем такая же NEMA 17, которую мы привозим, импортируем из Китая, естественно, официально, платя все пошлины, налоги и тому подобные вещи для необходимой для ее оформления. И при всем при этом, это дешевле, чем покупать российского производства. Вопрос, зачем тратить больше, если можно не тратить, да еще и покупать хорошие шаговые двигатели. Соответственно, таких позиций, которые расписаны, ну, вот крепеж весь российский, да, спасибо. Если мы вот это вот все, соответственно, вот туда же есть Англия Уэльц, это экран Raspberry. Используется фирменный экран и само Raspberry. Вот, соответственно, если даже мы возьмем и вот это вот все посчитаем, все позиции в принтере, выделим именно российские и именно китайские, то мы посмотрим, что у нас цифра, цифра китайского, китайского, ну, как бы китайского состава, да, комплектующих 15,9%. 15,9%, 80% у нас российского. Соответственно, уважаемый Серега Серега, вы не правы, и вот вам прекраснейшее сводное доказательство. Безусловно, и это может кого-то не убедить, но я не знаю просто тогда, какой аргумент использовать в качестве доказательства. Кстати говоря, я хотел бы еще порекомендовать всем, вот здесь по ссылочке, в подсказочке будет наше видео, где мы подводим итоги, так сказать, нашей пятилетней работы. Это видео мы делали в прошлом году на юбилей нашей компании, нам было 5 лет. Там рассказывается про наши некоторые вещи, истории, и в том числе, там я показываю производство наше и производство контрактное, вообще, как у нас там все устроено. Поэтому обязательно посмотрите, если не смотрели, и напишите какой-нибудь прекраснейший комментарий. Вот, соответственно, как итог, мы получаем принтер, который на самом деле не китайский. И, соответственно, это причина за поддержать отчисленного производителя и купить на 80% российский принтер. Вопрос от Лени Девятого. Позитивный, наконец-то, да, позитивный вопрос. Когда будет стронг версия, когда будет принтера Геркуляр G2? На самом деле, неизвестно. А так как неизвестно, и чтобы не ждать, и не надеяться на эту неизвестность, я предлагаю по ссылке в описании перейти на сайт, на нашу компанию импринта, зайти в раздел продукции и ознакомиться с 3D принтерами. Геркулес Стронг 2019 и, вот, например, Геркулес Стронг Дуо, двухэкструдерный Стронг, они доступны к покупке уже сейчас. Да, у них нет красивого, сочного дисплея, но зато они есть в наличии. Это главное. И можно решать свои бизнес-задачи уже сейчас. Кстати, на вопрос, почему здесь не G2 в кадре? А потому что их нету? Нету, потому что их не существует. Это мифический принтер. Нет, потому что их все продали. Их все купили, их все раздали. Демо, клиенты, тесты, тудым-сюдым, обзоры. Нету принтеров здесь, на этом этаже, где я снимаю сегодня. А поэтому, что касается причины, да, почему нужно купить G2, несмотря на то, что Леня Девятов ждет Стронг-версию, потому что большое рабочее поле, это не всегда является... В общем, это в большинстве случаев является переоцененной задачей. Ну, либо в некоторых случаях, не будем говорить за большинство, является переоцененной задачей, поэтому, может быть, она и не нужна, большая габаритная печать. С другой стороны, если прям реально детали 30-30, там 40 сантиметров, и их никак не склеить, не разрезать и не порубить на части, чтобы печатать на мелком принтере, окей, покупайте большой, Геркулес Стронг 2019, доступен уже сейчас за 215 тысяч рублей, или Геркулес Стронг Дуо за 299 тысяч рублей на момент публикации этого видео. Последний, последний, прекраснейший вопрос, комментарий, который взбудоражил, тема которого этого комментария взбудоражила всех и будоражит до сих пор. Комментарий. Локальной сети Wi-Fi хорошо дополняется наличием резервного канала загрузки заданий на печать, и в данном случае речь об отсутствии USB. Наличие флешки никогда не будет лишним. Да, но, к сожалению, да, флешки в принтере нет, нету, как их, в общем-то, нет у нас. Банана запаски нету, да, кнопочных ужасных, стрёмных, здоровых, как молотый, телефонов тоже уже нету, ну и, собственно, видеокассет тоже, по-моему, уже нету, да. Вот, и, безусловно, все эти примеры, они не имеют ничего, наверное, общего сильно с отсутствием флешки, но зато, зато нужно просто пересилить себя, да, пересилить себя и выйти на следующий шаг, на следующий этап без проводного запуска на печать, да. На самом деле, очень многие предпринимают попытки ручного допила своих принтеров, которые они собирают сами, либо покупают готовые, суют туда октопринты, покупают Raspberry и все остальное, потому что они понимают, что это реально удобно, а в этом принтере уже допилить ничего не нужно. Но да, если отвечать по существу, вопрос про резервную отправку здания на печать. Понимаете, мы придерживаемся такой концепции, что если вы изначально понимаете то, что для вас это абсолютно будет удобно, то у вас, ну что у вас может произойти не так, если локально это остается, но не будет интернета, окей, через локальную отправите. А с другой стороны, как я говорил уже ранее, если кто-то действительно напишет ту ситуацию, при которой невозможно абсолютно подключить принтер ни к какой сети, ни к интернету, там, или еще чего-то, ну нету такой возможности, не знаю, так вот получилось, да. Какая вот ситуация? Окей, мы подарим модем с роутером, роутер, роутер с модемом, точнее, да, с интернетом, в принципе. Почему нет? С другой стороны, если действительно каждый второй будет отказываться, или каждый первый будет отказываться от принтера просто потому, что у него там нет флешки, ну мы не будем стоять на своем, наверное, и флешку вернем, наверное, а может быть и нет. Пока есть люди, которые очень сильно высказывали за то, что это неудобно, но, тем не менее, есть проданные принтеры людям, которые абсолютно точно уверены, что это будет для них очень удобно. Поэтому я думаю, что время покажет. Возможно, мы сделали слишком шаг вперед, такой очень мощный, да, и заглянули слишком в будущее, а может быть этого будущего и не существует, и поэтому не стоило даже так делать. А с другой стороны, ну вот мы уже очень-очень много месяцев не используем флешечки и все запускаем по облаку, и вообще это очень удобно, и мы не испытываем абсолютно никаких трудностей. И, кстати, я хочу еще сказать, что все те клиенты первые, которые получили уже свои G2, которые купили еще весной, когда этот принтер был 2020, ни у кого из них не возникло проблем с подключением к сети, и ни у кого из них не возникло проблем с подключением к интернету, и ни у кого, в принципе, не возникло какого-то дискомфорта от того, что там нет флешки. Это ли не самые лучшие доказательства того, что это не проблема? Кстати, если мы говорим об истории, например, когда люди хотят разместить принтер, например, в котельной, и в этой котельной никак не провести интернет, у меня возникает вопрос, зачем принтеры вообще размещать в котельной? Ведь там, наверное, достаточно влажно, сыро, и вообще для принтеров не самая лучшая обстановочка. Но даже, допустим, окей, если там этого нету. Вопрос, ну вы же все равно будете использовать компьютер для того, чтобы слайсить, как бы, да? И получается, вы находитесь где-то в каком-то другом месте, вы слайсили, скинули на флешку, побежали в котельную, вставили, что-то не так. Взяли флешку, побежали обратно через пять этажей, допустим, да? Опять отслайсили. Ну, вот эта беготня с флешкой, да? Насколько она оправдана действительно? Да, безусловно, принтер не сможет сам убрать фигово распечатанную модель, и даже если вы отправите ее по интернету, то у вас все равно, вам надо будет подойти к принтеру и убрать, если что-то будет не так. Но с другой стороны, вы экономите, не знаю, свои нервы и разъем, и в саму флешку, и разъем у себя на компьютере, и разъем в принтере тем, что вот это постоянно не вставляете туда-туда-сюда, и вот это вот постоянно устраиваете, да? Вот этот коннект-дисконнект отличился. Вот, потому что пора заканчивать. Поэтому, поэтому, на самом деле, жить без флешки прекрасно. Нафиг флешки, покупайте Геркуляс G2, и это могла бы быть причиной не покупать G2, но она и не будет, потому что это не так. И в конце хочется сказать, во-первых, поблагодарить всех, кто пишет очень и говорит очень приятные вещи касательно этого 3D-принтера, и, безусловно, вы уже в наших сердцах прекрасно, это очень приятно слушать и читать эти прекраснейшие комментарии. И, на самом деле, даже эти пять комментариев, они не были ужасными, они просто выражали какое-то свое мнение людей, их отношение к чему-то, а я просто решил чуть более подробно высказать позицию по отношению к каждому этому комментарию. Но суть не в этом. Суть в том, что если вы хотите поучаствовать в... помочь, короче, нам, да, что я завуалированно так говорю, помочь в развитии этого 3D-принтера и всех будущих 3D-принтеров тоже, я прошу вас по ссылке в описании пройти опросы и ответить всего лишь на три вопроса. Три вопроса. Какие эти три вопроса? Сейчас я посмотрю вашу деятельности, что вам нравится в G2 и хотели бы вы его купить, если бы покупали 3D-принтер из данного сегмента. Ну, если он вам не подходит в принципе, вам нужен фотополимерный, да, то, как бы, ну, понятно. Но если вот вы выбираете 200+, 150, допустим, да, вот такие оценники, что вам нравится? И третий вопрос. Что вас останавливает от покупки G2 или останавливало бы, если бы вы покупали 3D-принтер? Поучаствуйте в опросе. Самый топовый ответ, который понравится нам всем, нашей редакции, так сказать, да, то мы его чем-нибудь приятным наградим. Возможно, это будет... И, кстати, если этот человек еще и хочет купить G2, я думаю, что он сможет получить бонус при его покупке. Либо, если у него нету желания G2 покупать, но у него будет отличнейший комментарий, то мы что-нибудь ему дадим. Пластик там какой-нибудь, например, хороший. Вот, поэтому поучаствуйте, помогите нам стать лучше либо не становиться нам еще хуже, чем мы есть. Спасибо. И если у вас есть куча вопросов, комментариев, по ссылке в описании вступайте в телеграм-чат аддитивной кухни. И все. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить выход нового ролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok